Дорогие друзья, встречаем нашу гостю. Дорогие друзья, рада вам представить знаменитого хореографа, телеведущего, профессора, педагога Аллу Сигалову. И сегодня мы будем с вами разговаривать об этой книге, у многих из вас уже она в руках, «Счастье мое». Ну и я просто для начала нашего разговора, вот когда сейчас я встретила Аллу... Танюш, иди сюда, тут же мы занятое место. Танюш, иди сюда. Наоборот, свободно. Свободно. Так вот, Люмойра бывают разными. И могу сказать вам, что книга меня совершенно поразила своей откровенностью. Я бы даже сказала, исповедальностью. И вот первый вопрос, который я хочу сказать, задать автору. Мне было страшно так открываться читателю вот в книге. Но я хитренькая, я же не всё написала. И потом я так всё запутала, мне так кажется, что распутать достаточно сложно. Привет. Присаживайтесь. Вот оставим одно место дочери. Может быть, дочь приедет, поскольку она... Вот молодец, уже наоборот. Я уже разокрубила. Правильно. Я перебила с вами, ничего страшного. Сиди, отдыхайте. Поэтому мне кажется, что я как лисичка, я так запутала. Вот так вот сделала. И разобрать, что чего, мне кажется, мне так будет просто. Но я даже имела в виду не факты вашей биографии вовсе, а именно чувства, о которых вы пишете. Это и переживания, и потери, и чувства одиночества во время учёбы в училище Ваганово, и как оно вас и закаляло, и одновременно воспитывало какую-то некую жёсткость. Вот я про эти вещи, то, что происходило внутри вас, а не про внешнюю жизнь. Ну, а как, ты только про внутреннюю и пишешь? А нет смысла писать, мне кажется, вообще что-то делать. Просто всё-таки я человек закалённый, мы же, делая спектакль, в общем, оголяемся абсолютно. И мне кажется, что когда ты делаешь книгу, и если ты рассказываешь в ней... Я-то рассказывала не о себе, я надеюсь, что все, прочитав, это поймут. Я прежде всего писала о людях, которых люблю, которыми дорожу, и которым очень благодарна за всё, что они для меня сделали и делают. Поэтому мой рассказ всё-таки о них. А говоря о людях, которых ты любишь, невозможно не говорить эмоционально. Ни о Ленинграде, где я прожила всё своё детство, невозможно говорить неэмоционально. И так далее, и так далее. Потому что всё-таки вся наша жизнь — это череда очень мощных эмоциональных событий. И имеет смысл рассказывать, как мне кажется, вот в таких вот личных биографических историях, всё-таки прежде всего эмоционально и затрачиваясь. Потому что я, честно говоря, не ожидала, что это будет так сложно. Потому что, как я поняла, вот из этого опыта не хочется вспоминать. Более того, ведь не хочется вспоминать не только плохое, не хочется вспоминать и хорошее. Почему? Я сейчас объясню. А потому что, вы знаете что, даже хорошее, оно оставляет... А чуть громче нельзя, а то я... Да? Кто-нибудь... Андрей, пожалуйста. Андрей. Это вы? Да. Сейчас Андрей, сделай мне чуть-чуть громче. Чтобы я во рту его не держала. Потому что... Спасибо. Уже пошло? Отлично. Потому что... Да, хорошо. Потому что... Ведь радость это тоже очень болевая история. Это тоже история, которая оставляет раны. Понимаете? И поэтому... Вы понимаете, о чем я говорю, да? Да. Да, да, да. Ну, например, первая любовь, да? Она и прекрасна, и, естественно, то, что очень... Ну, вот тут загадка, загадка. Загадка, загадка. Я уже тоже пыталась, сравнивала даты. Да, 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 я представляю, там, проводили экспертизы. Кто же этот человек? И при всем счастье, которое она несет, да, я имею в виду первая любовь, конечно, это очень болевая история. Потому что она, как правило, неудачна, да? Я не знаю, может, у кого-то как-то по-другому было сложилось с жизнью. Ну, да, в шестом классе вы познакомились и всю жизнь прожили. Ой. Да. Какой ужас. Не дай бог. Короче говоря, для того, чтобы это писать, нужно было делать над собой усилия. Извините, я вам уже спиной. Уже вы идут, да, уже все-таки дальше и дальше. А можно сесть? Да. А мнение сесть я не хочу. Ну так, я как-то уже, я... Оказалось, что это дело такое травматичное, прежде чем... А поскольку я писала сама, вот просто вот взяла ручку какую-то там вот такую вот похожую и корябала своим жутким, жутким этим почерком, чего-то там. И сначала я решила систематизировать свой подход к белому листу. Думаю, вот каждый вечер после репетиции я буду приходить домой, брать ручку и час писать. Ничего подобного. Я брала ручку, злилась на себя, потому что я не хотела... Воднился. Да, я не хотела вспоминать. И уходила. И только вот какими-то усилиями все-таки заставляла себя. И получается, что практически не было ничего, ни одной главы, ни одного эпизода из того, что написано в книге, не было легко писать. Вот не было такого, что вот... В общем, не Пушкин, короче говоря. Выяснил ли Пушкин, не Лермонтов вообще ни разу. Читается это просто, как действительно, вот кто-то сказал, лирическая фроза. Вот я бы так это назвала, потому что действительно в этой книге главные не факты. Хотя здесь вот заговорили о том, какие люди здесь, о ком здесь говорится. Это, ну, я не говорю про Романа Козака, но здесь и Гедон Кремер, здесь и Вишневская, и Ростропович, и здесь Барышников, и весь, так сказать, все окружение балетное. Замечательные люди. Константин Райкин, его театр. Но вот меня потрясло, что здесь не столько факты, сколько эмоциональные впечатления. Вот такие импрессионы, которые тебе сразу открывают этого человека по-другому. Больше, чем 150 фактов, которых ты уже прочитал в других книгах. Вот, наверное, чем эта книга отличается. Тем, что она эмоциональный портрет, набросок этого портрета дает очень яркие этих людей. Но вы абсолютно правы, потому что вы не первая, кто меня спрашивает, «А не страшно ли мне было, что вот такое количество публики возьмет в руки вот это вот и прочитает достаточно откровенные вещи?» Те люди, которые уже прочитали эту книгу, они мне задавали этот вопрос. «Мне не страшно, потому что только в этой ситуации это имело смысл делать. Просто только в этой ситуации. Так же, как когда ты делаешь спектакль, надо все раны распахнуть, к сожалению. А потом опять спрятаться. Спасибо. Может быть, кто-то уже хочет задать вопрос? Или мы еще поговорим? А вы пока думайте, что вы хотите спросить, Алло Сигалов, чтобы мы потом передали слово и вам. А, вот я не знаю, видели ли вы когда-то по телевидению, повторяют иногда такое интервью Натальи Крымовой с Натевской. Да, как знаменитая эта фраза и вопрос. Ну, кто помнит это интервью? Есть такие люди, нет? Или расскажет? Но мы расскажем, потому что вопрос будет связан с этим. Наталья Крымова задает вопрос, что вы часто меняли сценические площадки, Павел Георгиевна, почему переходили, там, в разных театрах работали. Она говорит, потому что искала святое искусство. Она говорит, ну и нашли. Она говорит, да, где? В Третьяковской галерее. Я хотела, например, такой же вопрос задать. Вот вы тоже были в разных, ставили в разных театрах, участвовали в святаклях. Где-то было место, вот эта сценическая площадка, которая действительно воспринималась вами как святое искусство. А может, это школа-студия МХАР, где всё-таки какой-то особый мир создаётся? Вы знаете, что у меня так замечательно, так лихо складывается жизнь, что я работаю, общаюсь только с очень талантливыми людьми и потрясающими личностями. Поэтому каждый театр, где я работала, он оставил невероятные впечатления обо мне именно благодаря тем людям, с которыми я там встречалась. И это могут быть и артисты, это могут быть и монтировщики, это могут быть и женщины, которые работают в буфете. То есть это же совсем... Потому что личность, это же не обязательно личность, это звезда. Личность — это личность. Поэтому огромное количество людей оставило след во мне. И мне кажется, что только этим мы и богаты. Вот из ваших героев в вашей книге... Ну, я не беру романа, конечно. Всех люблю даже не хочу. Всех-то не люблю. Никого, всех. Начиная с Ефремова и Смельянского и кончая даже... Понимаете, в чём дело? Я не писала о людях, которых я не люблю. Я писала только о тех... А зачем я буду писать о тех, которых я не люблю? Ну, какой смысл? Я ей написать о них ничего не могу. Задам ещё вопрос. Здесь не так много про телевидение, всё-таки, как про театр и всё. Немножко расскажите про вашу телевизионную работу, вот, виду большой оперы, большого балета. Чем эта работа привлекательна? И что вам нравится в ней? Тем более, что вы говорили, что вы даже немножко замкнутый человек здесь, вы пишете. Вот, как это сочетается с необходимостью выходить? Работа ведущей прекрасна тем, что от тебя ничего не зависит. Ты одел красивое платье, тебя намазали, накрасили, сделали тебе букли на всех местах и поставили в свет. И ты, значит, распахнув счастливые глаза, чего ты говоришь? Это так прекрасно, потому что полное отсутствие обязательств. Понимаете? Хоть где-то. Хоть где-то. И ещё замечательный у меня был проект «Танцы со звёздами». Ой, прелесть! Приходишь, сидишь, что-то все танцуют, потеют, мучаются, а ты сидишь, наслаждаешься, ничего не делаешь. Это в хорошей компании. В хорошей компании. Это 10 лет я отсидела в хорошей компании. Вернитесь назад. Я бы вернулась, но проекта нет. Но по секрету, знаете, что хочу сказать? Позавчера мне позвонили с канала «Россия-1» и сказали, что Андрей Малахов будет буквально на днях снимать программу, посвящённую танцам со звёздами. И мне так сказали, что «И может быть…» Вот как-то так. Может быть. Может быть. Но мы будем держать танцами. Да, будем держать колоки. Полоки, что вдруг получится. То есть это абсолютно праздное времяпрепровождение, в отличие от той пахоты, которая у меня каждодневно происходит. Поэтому мне в радости и хорошо. И главное, что ответственность на каких-то совершенно других людях. И если плохо, то они виноваты. А если хорошо, всё равно они виноваты. Ау, ну вот вы подошли к вопросу всё-таки ближе опять к танцам, к хореографии. Ну вот как-то мы можем представить, как рождается образ у актёра, у режиссёра спектра. Я всё время задумываюсь над тем, как рождается хореографический образ. Вот структура танца. Ну скажите хоть несколько слов. Попробуй. Нет, надо что-то попробовать. Очень всё просто. Он заразой не рождается, он не заканчивается. Знаете, вот эти вот фигурки бесконечные, пляшущие в голове, они, мажешь ли ты масло на хлеб, идёшь ли ты по Тверской, то есть любые варианты времяпрепровождения, оно там не выключается. И раньше я думала, что это у всех так. Мне казалось, что ну это вот такая форма заболевания такое. А оказалось, что нет, что это не у всех. Вот у вас танцуют человечки? Нет, ну я-то не хореограф. У меня шоксерта. Да? Тоже хорошо. А у меня всё танцуют и танцуют. И самое страшное, когда звучит где-то музыка. Я её стараюсь всегда выключать, потому что музыка, ритм, вот эти шевеляющиеся дворники на машине, тут сразу пошёл ритм. Ритм, ритм. Да, и всё, и поехала. И вот иногда я понимаю, что я так увлечена, что я не забываю, куда я еду. Так что это такая, ну сложная какая-то внутренняя жизнь, которая совершенно не регулируется. Она вот сама по себе. Так же, как мысль. Мысли же мы не можем остановить. Она же всё время... О чём вижу, о чём пою, да? Вот и то же самое. Так вот, так и это. Ритм услышала и пошло, пошло. Ама, давайте вспомним вот одну вашу замечательную работу, мы с вами о ней говорили. Это когда вы нашли хореографический образ к книге Александра Васильева «Красота в изгнании». Это был в 99-й, что я из него? Это был в 99-й год. Это же очень сложно. Это вообще не роман, где эта книга, в которой нет сюжета. Но вы поразительно почувствовали её дух, её красоту. И называлась балет «Грёзы любви». «Грёзы любви», да. Я влюблена в эту книгу, и слава богу, что она сейчас опять переиздана. Книга фантастическая. О, Леночка, вот место. Иди мне. Привет, мой хороший. Книга фантастическая. Ну, конечно, я не книгу танцевала. Я написала историю про некую балерину и так далее, и так далее, и так далее. Но толчком к этому спектаклю была, конечно, книга и потрясающие фотографии, которые невероятные. Вот этот флёр, который Саша сумел в этой книге... Саша сумел в этой книге отразить. Это потрясающе совершенно. И поскольку Сашу я вообще обожаю, он фантастический человек. Сейчас немножко про Сашу. Можно? Он наш друг после того, чтобы всегда было поговорить. Я его очень люблю, потому что вы все видите, естественно, такую внешнюю его оболочку, такого экзальтированного, особенную птица-феникс в цветной раскраске. А в самом деле Саша пахань. И как он пашет, и как он не боится грязной работы, и как он не боится вообще свои руки запустить в какие-то совершенно грязные, и всё отмыть, и всё. Это фантастическое качество. И то, как он умеет создать уют. У него фантастическая квартира в Париже. Всё сделано собственными руками. Она ни на какую другую квартиру не похожа. У него потрясающее имение в Литве, где тоже всё сделано своими руками. И я видела, как он ухаживает в саду, как он с лопатами, с мотыгами, с какими-то там что-то всё время чешет землю. В общем, потрясающее качество, которое я очень уважаю. Замечательно. Ну, вы и друг замечательный. Вот так сказать, а Саша, мы ему обязательно тоже передадём, что вы сегодня о нём говорили. А давайте, вот, простите, нет, давайте, вот есть ещё вопросы. Говори. Нет, мне не знаю. Давайте, что им вы спросите. Давайте ещё спросим, что вы. А может, и плохое. Да, пожалуйста. Давайте я передам. Нет, нет, нет. У нас идёт передача на сайт, поэтому... Так, всё включено. Добрый вечер вам. Добрый вечер. Я хотела спросить вас следующее. Вы такой человек сильный, независимый, прямолинейный. И я думаю, что... Я сейчас говорю, что... Я сейчас говорю. С видящей цель. Так вот, я хотела спросить, как он живётся с такими качествами? Потому что, на самом деле, когда ты видишь людей талантливых, сильных, тебе кажется, что им мир открыт. С одной стороны, да, но с другой стороны, очень много препятствий на пути. Как вы с этим сравниваете? Живо и счастливо. Это не моя глава. Вот я в счастье купаюсь, купаюсь в любви, которая просто со всех сторон, она меня окружает. И эту энергию любви я очень чувствую. Я не могу работать, когда я от кого-то чувствую какие-то такие нехорошие какие-то флюиды. Да, для меня это прямо... Я должна обязательно этого человека переродить в любовное состояние. Потому что иначе я не... Цветочка веонид. Поэтому насчёт сильное, это уж вряд ли. От этого очень завишу. Мнига не случайно называется «Счастье моё». Да? Да, но понимаете, в чём дело? Ведь жизнь у нас у всех прекрасна тем, что она полна и амплитуда её огромна. От самой страшной трагедии до самой потрясающей радости и счастья, которое с нами происходит. Это всё, это всё есть амплитуда жизни. Вот этот маятник. И чем шире он раскачивается, чем он агрессивнее даже раскачивается, тем интереснее жизнь. И тем она полнее, и тем опыт наш прекраснее. Прекраснее. И для меня это всё, кроме всего прочего, ещё есть потрясающее питание для того, чтобы работать. Хотя это ужасно звучит, но с другой стороны, мы же все питаемся собственным опытом, правда? Пытаемся его передать детям нашим, которым он нахрен не нужен наш опыт. И которые, естественно, нас абсолютно не слушают. И правильно делают, потому что мы тоже никого не слушаем. Поэтому, например, я уже давно никому не даю советы из своих детей. Спросят, скажу. А не спросят, вообще. Помолчу, потом вот тут ничего. Шишкин, она получше. Типа только лучше. Пожалуйста. Это всё. Алла, вам огромный привет от всей труппы Рижского театра. О, это балет и опера. От моей сестры, в частности, Элипска Наталья. Ой! Да, вот. И у вас, у меня такой вопрос. Как это потрясающе. Да, вот. Специально к вам приехали. И они вам передают огромное поздравление с днём рождения, с выпуском книги. Спасибо. Уже закуплено и на днях отправится в Ригу в ваши книги. Спасибо. И главный вопрос. У вас столько проектов, столько энергии, столько сил. Я думаю, уже были, находятся в стадии разработки, ещё в планах. Как вы отдыхаете? Отдыхаю я в лежачем положении, недвижимо. Вот здесь можно вообще не двигаться. И даже глаза не открывать. Вот это для меня самый прекрасный отдых. Со мной отдыхать скучно, потому что я молчу, я не разговариваю, я ничем не интересуюсь на отдыхе. Я абсолютно такое травянистое растение. Ну что делать? Потому что это замечательные 2-3 недели, когда ты можешь... Ну, конечно, это неправда, всё равно там что-то происходит. Но всё-таки ты можешь попытаться остановить жизнь и сделать такой рекорд. Спасибо. Пожалуйста. Ракурт, это как-то плёнку. Но это уже сейчас никто не знает, потому что уже плёнку никто не режет. Добрый вечер, Алла. Здравствуйте. Меня зовут Юрий. Очень приятно. Я, наверное, мой вопрос вернётся в раннее детство. Ой, верните меня в раннее детство. Волгоград. Да. Ваша мама работала там в театре оперетки. Да, в музыкальных амитиях. Она стоит на берегу Волги. Да. Красивое здание, хорошее. А вот скажите, пожалуйста, в октябре 60-го года она работала или она была с вами по уходу за ребёнками? Будьте любезны архитектуры. А почему я спрашиваю? Вы знаете, почему? Только сейчас не говорите, что вы были вместе с мамой уходу за ребёнку. Дело в том, что я служил в то время озвучь в армии. Ага. И мы ожидали пролёт очередного самолёта шпиона. Так. Волгоградским степян. Ага. И через два месяца после сидения в поле я оказался в 20-х числах октября в Волгограде. Так. И весь репертуар этого театра... Посмотрел. Вот, посмотрел. Прекрасный коллектив. Да. Театр был фантастический, я с вами согласна. Да, очень замечательный. Мама танцевала. Да. Она долго не сидела по уходу. Мама танцевала, значит, я и видел. Хотя бы... Какой это октябрь был? Это было с 20-го по 30-го октября 60-го года. Ага. Я в это время была у бабушки с дедушкой под Ленинградом на даче. Под Ленинградом, да? Ну, всё значит. Да. Мама увидела. Кстати, у мамы сегодня день рождения. О! А вот мы на дат передадим маме... Мой вопрос. Мы не передадим ей... Мой вопрос тоже. Маме большой-большой привет. Когда там окажусь, обязательно передам. Я хочу сказать, что вообще строки, которые маме посвящены в этой книге, совершенно замечательные. Я помню, пророки маме написаны. Ещё раз. Так, пожалуйста, кто ещё хочет задать какой-то вопрос? Пожалуйста. Да, да, подходите. Не бойтесь, а то там. Вот сюда давайте я вам передам. Алла Михайловна, вопрос следующий. Следующий. У вас потрясающий вкус во всём. У меня вопрос. Да. Вы формировали свой личный стиль в одежде, в образе. Потому что у вас запрещены. И не всегда другое ваше интервью или выступление на сцене. Понятное дело, что вряд ли с вами работают стилисты. И, скорее всего, это ваш личный выбор. Мне интересно, как складывался ваш личный вкус? Вы знаете, что меньше всего я думаю про то, во что я одета и что я покупаю. Меня вообще проблема магазинов и моды вообще не интересует. Я ужасно, незаметно, да? Правда, правда. Я делаю так. Я забегаю, я так, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, и убегаю. Потом домой прихожу, думаю, боже, ну, даже теперь это всё девать. Ну, иногда угадываю. Нет, вы знаете что, я не очень размышляю на эту тему. Просто среда, в которой я росла, она дала мне толчок чего-то про это понимать. Книги, которые были бесконечные рядом, потому что я имела доступ в Ленинградскую публичную библиотеку, в закрытые фонды, когда ещё была ребёнком. И меня просто там сажали, потому что мама была далеко, там, в общем, не с кем было оставить ребёнка. И меня там сажали, и стопки книг мне давали, журналов. Я маленькая, первый раз именно там увидела журнал офисей. Я, у меня был просто шок, потому что я вообще не знала, что такое существует. Ну, вы представляете, это там, ну, какой год, ну, 70-й, 71-й, 72-й, когда мы вообще, ничего не было. Мы вообще ничего не понимали вообще, как, 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 и вдруг офисель с какими-то невероятными женщинами, с какими-то невероятными платьями, украшениями. Невероятно. Ну, это не только офисель, конечно, прежде всего, это семья Михайловых Сомовых, где я росла, где я встречала великих людей, и эти великие люди были, выглядели особенно. И, наверное, всё, что я, вообще, всё, что во мне есть хорошее, это всё вот из этого дома. От мамы и из этого великого дома. Спасибо вам большое. Спасибо. И за комплименты вам спасибо. Это очень приятно. Пожалуйста, ещё, пожалуйста, вопросы. Ну, я промежуточный вопрос тоже задам, а ладно, может быть, он такой более узкий, но мне очень интересно. Вот в мою бытность в школе-студии МХАТ кафедра, которую вы теперь возглавляете, она называлась кафедра сценического движения. Понятно, о чём это. Это люди, как непосредственно на сцене двигаться. Вы назвали кафедру совершенно иначе – пластического воспитания. Расскажите немножко о том, как это сказывается на актёрском мастерстве, и какую мысль вы в это вкладывали. Это очень интересно. До того, как я пришла в МХАТ, до того, как Смелянский Анатолий Миронович меня позвал, кафедра была соединена с кафедрой подсценической речи и кафедрой движения. Анатолий Миронович их разъединил. Я не помню, кто возглавил ту кафедру. Наверное, Анна Николаевна. Да, наверное, Анна Николаевна. А мне было предложено возглавить кафедру. И я поняла, что надо назвать её именно так – пластического воспитания актёра. Мне кажется, что это очень правильно и очень красиво. Тем более, что в моём подчинении не только те педагоги, которые преподают танец, а в моём подчинении и фехтование, и сценический бой, и сценическое движение, и современная хореография, и даже йога. Так что мы много чего делаем. Стараемся воспитывать наше тело в МХАТе. Вообще МХАТ – это потрясающее место. Я школу-студию обожаю. И когда был там Анатолий Миронович, это вообще был какой-то особенный такой островок, куда-то абсолютной свободы, абсолютной чистоты. Вот в прямом смысле чистоты. Всё было аккуратно до невозможности. И абсолютного комфорта внутреннего, потому что вокруг были фантастические педагоги. Я почему говорю «были»? Потому что всё-таки я давно уже там нахожусь. И за это время многое изменилось. И Анатолий Миронович уже ушёл. Мы уже, моё поколение, стали мастерами, главными мастерами. А до этого были другие мастера. Олег Павлович Табаков, Гарик Леонтьев, Алла Борисовна Покровская. А теперь мы мастера. Знаете, вообще ничего творится. Старость пришла к нам в чумы. Спасибо за ответ. Дорогие друзья, ещё есть у нас вопросы? Молодёжь, есть такая возможность. Молодёжь, давайте. Где вы? Кто? Не вижу. Молодёжь. А вот молодёжь. Вот молодёжь. Как на молодёжь отреагировала. Павел Михайлович, раз мы заговорили про школу-студию МХАТ, то понятно, что туда приходят самые разные мальчики и девочки. Ещё угловатые, ещё не умеющие своим телом владеть. И вы их учите. Кто вас поразил особенно? Чьё преображение оказалось прям вот таким впечатляющим? Вы знаете, что поскольку я преподаю со своих 22 лет... Из последних тогда. То страшно вспомнить. Эти люди... Когда я начала преподавать, мои ученики были старше меня. Представляете вообще? А поэтому... Да, боже мой, так их много. И Галя Тюнина, и Женя Цыганов, и Ирка Пегова, и Матлеша Джабраилова. Господи, Юля Хлынина, и Паулина Андреева, и Аня Чаповская. Да всех не упомнишь и не назовёшь. И все, все, все делали для себя какие-то открытия, потому что школа-студия так структурирована, что волей-неволей человек, даже если он не очень хочет учиться, и такое бывает, но эта воронка его затягивает. И он начинает сам в себе открывать какие-то невероятные качества, профессиональные и человеческие, личностные. И поэтому мне кажется, что школа-студия – это вообще какое-то особое место, где растят личности, которые потом... Не обязательно в театр идут, а многие идут и на телевидение, и в кино, и в Министерство культуры. Что тоже хорошо. Такое тоже бывает. Пусть в Министерстве культуры будут образованные люди. Да, обязательно. Что-то не хочешь сказать, что не это в Министерстве культуры? В Шоу-бизнесе ещё некоторые. А, Шоу-бизнес? Да, Полина Гагарина, Серёжа Лазарев. Память. Память-то. Кто ещё у нас поёт? Нет, у нас ещё кто-то. Даша Антонёк, которая только что выиграла «Волос» два года назад. В общем, у нас все поющие и танцующие. Не унять. Спасибо. Есть у нас ещё вопросы? Дорогие друзья, давайте все вместе. Вот у Алла Михайловна только что был день рождения, не так давно. Вы всё-таки от книжного магазина «Москва» и от всех любящих вас сегодня вас пространим. И будем подписывать книги. Сейчас аккуратно так. Дорогие друзья, спокойно. Мы сейчас тихонечко все встаём. Сегодня у нас нормальное количество людей. Все – вlatим. Редактор субтитров А.igan怎麼 Advisory